Приветствую вас. Я думаю, что вы уже как-то реагируете, а именно вы злитесь на своего молодого человека. Вот. Злитесь вы на него за его отношения, за его поведение. Такое. Вот. За его. Ну, за то, что вот он так обладает. Ну, если к вам. То есть вы уже как-то реагируете. Вот. Вы уже злитесь. Теперь осталось только разобраться с тем, как вам с этой злостью обращаться так, чтобы она находила конструктивный, выход. Почему-то, например, когда, ну вот, вы видите, что мужчина, мужчина ведет себя вот так, да. Почему-то, когда вы видите, что человек ведет себя. Таким образом, вы пытаетесь выяснять, что-то доказывать. Иными словами, доказывать пытаетесь свою ценность. Я так полагаю. Вы пытаетесь доказывать, что-то вы внешне. Вот. Вместо того, например, чтобы выразить для вас, ну, выразить для вас, выразить то, что для вас приемлемо или неприемлемо. Мне кажется, что этого как раз вы не делаете. Но мне кажется, что как раз это сделать, что называется, требуется. Потому что только так вы можете дать понять человеку, что с вами вот каким-то образом нельзя поступать. Что с вами нельзя так. Что с вами нужно определенным другим образом и так далее. А вы сомневаетесь, сомневаясь в своей ценности, знаете, что-то доказывать ему, не замечая. При этом, что боретесь вы за сохранение своего статус-кво, боретесь вы против своего обесценивания себя. Да. Да, безусловно, вы... Вы молодец. Безусловно, молодец, что... Ам... Сказали-много, что я... Ну... Счастно. Безусловно, безусловно. Безусловно, вы молодец. Что сделали этот. Ам... Ну... У вас ведь, как мне кажется, появилось некоторое, знаете, обвинение к человеку, то есть вот, как будто бы вы начали его обвинять, начали на него наезжать. Вы можете сказать, что, ну а как по-другому, и я вам отвечу, что по-другому как раз можно, но для того, чтобы вот это по-другому было, на мой взгляд, нужно лучше чувствовать себя. Сейчас, как мне кажется, вы себя практически не чувствуете, а все ваши мысли крутятся вокруг мужчины, который либо верен вам, либо не верен вам, вот. Ну, грустно, подобное, конечно, замечать. Грустно, грустно очень, подобное видят. Вот. Поэтому, что предлагаю поработать вам со своей самооценкой, вот. Предлагаю вам со страхами поработать. Вот. И дальше уже вы сможете для себя как-то определить, вот. Что вам хочется делать. Да, точно. Как вы хотите действовать дальше. А вот быть с ним, например, или не быть с ним. Вот. Все это вы сможете решить, когда лучше будете понимать себя. Вот. Сейчас, сейчас. Ааа. Ну. Ничего такого. У вас нет. К сожалению. Вот. Но это по правилам. Отришается. Так. С этим доверять или нет, задаёте вы вопрос. Это, мне кажется, вопрос о перекладывании ответственности, потому что доверять нужно себе. Я вообще не думаю, что людям нужно доверять в этом смысле. Мне кажется, что человеку можно доверять себе. Если человек доверяет себе, он может доверять всем. Ну, чтобы доверять себе, нужно себя принимать. А вы, в общем, очевидно, что не принимаете от себя, так же, как молодой человек, выценивает вас. Такая вот цепочка получается. Вот. Ну. Как бы это для вас очень является вероятной, наиболее болезненным вид, что вас могут обесценить. Вот. Как-то так. Я думаю, можно ответить вам на вопрос, на вас. Вот. Надеюсь, это было полезным. Надеюсь, это было интересно. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Удачи вам. Надеюсь. 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 Продолжение следует...